Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Московской областной думы Владимир Жук поздравил подмосковных волонтеров с их праздником. Волонтер сегодня наряду действительно с врачами. Это герой нашего времени. В одном из видновских торговых центров провели акцию поддержки ветеранов войны. Красная Гвоздика – это благотворительный фонд, который оказывает помощь ветеранам, исполняет их мечты. Библиотека в Горках Ленинских отметила 100-летний юбилей. С 1920 по 1922 год библиотека никак не финансировалась, и библиотекарь получал зарплату продуктами. День волонтеров в Подмосковье отмечают 29 октября. У добровольцев в это непростое время работы стало в несколько раз больше. Поздравить с праздником активистов Ленинского городского округа приехал депутат Московской областной думы Владимир Жук. В муниципалитете возобновил свою работу волонтерский штаб «Единая Россия». Сейчас в нем около 20 активистов. В день поступает примерно 5 обращений. Заявки в основном от людей старшего поколения. Как рассказал заместитель руководителя местного отделения молодой гвардии Айбек Муинджонов, это намного меньше, чем весеннюю самоизоляцию. Помогаем гражданам оказывать адресную помощь, приносим продуктовые наборы, продукты из магазина, лекарственные препараты. Поздравил с Днем волонтера неравнодушных людей из Ленинского городского округа депутат Московской областной думы Владимир Жук. Волонтер сегодня наряду действительно с врачами, это герой нашего времени. Поэтому мы сочтение необходимо собрать из Ленинского городского округа, поздравить их с этим праздником. Сразу после поздравления активисты отправились по адресам местных жителей с продуктовыми наборами. Одинокие пенсионеры Иван и Галина Сычевы постоянно обращаются за помощью в волонтерский штаб с разными просьбами. Благодаря активистам была решена проблема с благоустройством дворовой территории. Они забыли про наш дом. Ну вот обратилась Галина Михайловна, позвонила нам в общественный прием. Забыли, говорит, вчера позвонили, он вечером полседьмого приехал. Что у вас здесь делать? Темно уже? Я говорю, да вот смотрите, вот разрыли все, и все, кабель поменяли. Бытовые вопросы, доставка продуктов питания, лекарств. А в случае необходимости волонтеры готовы оказать психологическую помощь и поддержку. Мы хотим вас еще раз поздравить с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов вам. Берегите себя, главное. Удачи в вашей такой большой работе, в которой вы помогаете нашим людям, которые нуждаются в этом сейчас, в данный момент. Обращаются люди к нам, звонят с просьбой оказать помощь. Отрабатывается, естественно, каждая заявка. И вот именно вот это взаимодействие и партии, депутатов, органов власти и торгово-промышленной палаты, как наших спонсоров, оно дает вот эти результаты. То есть люди не остаются без помощи. В свой профессиональный праздник добровольцы продолжили отрабатывать заявки, поступившие в волонтерский штаб. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В продолжение темы. Помочь ветеранам может каждый. В этом уверены участники регионального движения «Волонтеры Подмосковья», которые провели акцию «Спасибо за мирное небо». В одном из торговых центров города Видное они раздавали листовки и объясняли посетителям, как оказать адресную поддержку тем, кто защищал нашу Родину. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. В век цифровых технологий делать добро проще, чем кажется. Например, чтобы перевести денежное пожертвование, потребуется мобильный телефон и несколько минут вашего времени. Средства поступают в благотворительные фонды, откуда уже осуществляется адресная помощь. Один из фондов направлен на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. Очень большой фонд, который называется «Красная гвоздика». «Красная гвоздика» – это благотворительный фонд, который оказывает помощь ветеранам, исполняет их мечты. Туда можно сделать какие-то свои пожертвования, либо на больших массовых мероприятиях, таких как на параде 9 мая, можно приобрести брошь со знаком «Красной гвоздики». Она символизирует победу нашего народа в Великой Отечественной войне. И тем самым эти пожертвования, деньги, на которые вы приобрели данную брошь, будут направлены в данный фонд». Чтобы рассказать людям о фонде и его работе, участники Ленинского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» организовали акцию «Спасибо за мирное небо». Мы застали ребят в одном из торговых центров города Видное, где они раздавали посетителям информационные листовки и браслеты акции. А помогали добровольцам юнормейцы нашего муниципалитета. «Люди с интересом смотрят брошюры, изучают их и точно так же помогают ветеранам». «Их и так мало остается. Обязательно надо им помогать». Вырученные средства будут направлены на высокотехнологичную медицинскую помощь для ветеранов. Но денежные пожертвования – не единственный способ поддержать наших героев. Участники акции предлагали людям вступить в волонтерский штаб, чтобы взаимодействовать с ветеранами, которые не могут выходить из дома. «Мы сейчас оказываем адресную помощь. Нам звонят в колл-центр, мы принимаем заявку и приносим продукты человеку, которые находятся дома, непосредственно не выходят на улицу. Мы ему приносим продукты. Либо человек заказывает лекарственные препараты, какие мы сходим в аптеку и принесем ему на дом». Попутно волонтеры раздавали посетителям торгового центра маски. Сейчас на территории Московской области действует постановление об обязательном ношении средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. В 1920 году по инициативе Владимира Ильича Ленина и Надежды Константиновны Крупской в Горках Ленинских появилась библиотека. Именно тогда часть книг из личной библиотеки жены вождя пролетариата и его матери Марии Александровны были переданы в учреждение. В этом году библиотека отмечает 100-летний юбилей. Рассказать о вековой истории библиотеки поселка Горки-Ленинский невозможно в двух словах. Многое о ней знает заведующий учреждением Любовь Калашник. В ее руках различные исторические документы. От инвентарной книги 1932 года до грамоты с оригинальной подписью Надежды Константиновны Крупской. Библиотека находилась на территории совхоза Горки. И есть очень интересная историческая справка, что с 1920 по 1922 год библиотека никак не финансировалась. И библиотекарь получал зарплату продуктами. Когда в 1949 году был организован дом-музей Владимира Ильича Ленина в Горках, то библиотека переехала в одно из помещений, находящихся рядом с Южным флигелем. Библиотека переезжала еще не раз, а ее преобразование можно проследить по штемпелям. В 1992 году учреждение вошло в централизованную библиотечную систему Ленинского района. Последние 28 лет библиотека-поселка находится в 79-м доме на Новом шоссе. Сегодня библиотека остается местом притяжения жителей. Интересно, что многие из них помнят не только свое первое знакомство с этим храмом знаний, но и его служителей. Работники учреждения всегда могли подобрать книгу по душе и даже чему-то научить. Краевед и писатель Алла Антонова запомнила свое первое посещение библиотеки поселка на всю жизнь. Будучи школьницей, она прибежала в сельский клуб с босыми ногами, где познакомилась со строгим библиотекарем. Она посмотрела на наши босые ноги, и первое, что она сделала, это она нам прочитала мораль. Но она так хорошо нас воспитала, это первое было мое культурное воспитание в стенах библиотеки. В настоящее время в учреждении числятся более 600 читателей, то есть каждый третий житель поселка. Книги – это все. Это моя жизнь, можно сказать. У кого-то хобби вышивание, у кого-то хобби огород, а книги – это мое хобби с четырех лет. Десять лет назад как раз возникла такая идея присвоить нашей библиотеке имя Надежды Константиновны Крупской. И имя десять лет назад как раз вот здесь повешен был вот этот портрет Надежды Константиновны как основательницы этой библиотеки. Но эта мечта пока остается мечтой, которая, мы надеемся, сбудется. А пока в исполнении желаний помогают сотрудники администрации. Мы всегда стараемся поддержать нашу библиотеку и в том числе ремонтом помещения, и оборудованием, и издаем книги в том числе наших жителей. И за счет средств бюджета поселения Горки-Ленинский издано несколько книг, которые вы видите на наших стендах. Свой юбилей библиотека из-за пандемии отмечает скромно, но продолжает работать в режиме сокращенного дня до пяти вечера. Поэтому найти интересную книгу среди восьми тысяч экземпляров, узнать нечто новое об истории родного края сегодня может каждый, конечно, при соблюдении санитарных норм. Александра Столярова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Все оттенки осени можно увидеть в Развилковской библиотеке. Традиционную ежегодную выставку детских творческих работ в этом году назвали «Осенний калейдоскоп». Здесь представлено более сорока творений юных жителей поселка Развилка. В этом году преимущественно приняли участие в этой выставке наши детские сады. Это детский сад «Кораблик», «Золотая рыбка» и детский сад «Сказка». Эту выставку мы очень любим, ведь осень считается унылой порой, но, как говорится, не в нашей библиотеке. У нас в библиотеке осенью всегда ярко и красиво. Большая часть работ выполнена из природного материала. Шишки, листья, желуди, различные семена, дерево. Есть также живопись и необычные предметы декора. Вот такого интересного ежика с иголками из семечек сделала с родителями Амина Ким. Мама смотрела на ютубе и сказала, что можно сделать вот такую поделку. Выставку посещают все гости библиотеки от мала до велика. Многие из них настолько вдохновляются увиденным, что непременно хотят повторить нечто похожее дома. Я хотела бы сделать с мамой и папой и как-то с котом на зонтик и еще козинку, когда там что-то падает в козинке. Полюбоваться работами можно еще в течение недели. Не забудьте захватить с собой маску и перчатки. На сегодня это все. Желаю вам хорошо провести выходные дни. До свидания.